Всем привет! Сегодня мы будем готовить солянку. Мы будем готовить недорогую солянку, бюджетную, потому что солянок очень много видов. Ее можно готовить и с почками, можно ее готовить с разными продуктами. Но мы будем готовить с тремя видами мяса. Что нам для этого понадобится? Пол килограмма свинины или говядины, грамм 400 копченой комбаски, 500 грамм куженины, 200 грамм огурчиков маринованных, 3 картофеля небольших, 1 луковичка, грамм 200 соуса, 150 грамм масли, подсолнечное масло, сметана, перец, соль, лавровый лист и 1 лимончик. Водичка у нас уже закипела, мы начинаем нарезку мяса. Мясо будем резать небольшими кубиками, чтобы оно хорошо проварилось. примерно вот такого вот размера. Это сырая свининка. Мясо мы порезали, можно закидывать в кастрюльку и подождать, чтобы оно прокипело около полчасика. Пока у нас варится мясо, мы нарежем буженину и колбаску. То же самое, будем нарезать ее небольшими кубиками. Примерно вот так вот. И вот так вот. О, получается прекрасно. Колбаску будем точно резать так же, такими же кусочками, как и буженинку. То есть нарезаем ее вот такой вот соломочкой, примерно толстой. И режем ее вот такими кусочками. Шкурочка здесь природная, так что ее можно не резать, будет намного вкуснее. Мясо у нас уже закипело, появляется пеночка, и желательно, конечно, убраться, такая кастрюлячка, чтобы у нас было очень красивое блюдо. Мясо у нас варится около 20 минут. Колбасу и буженину мы нарезали. Этим временем можно приступить к жарке лука. Режем его, как обычно, миленько, примерно вот такими вот. Вот так вот примерно. Мы залили подсолнечное масло на сковородочку, теперь можно приступить к обжарке лука. Лучок мы пожарим на маленьком огоньке, до золотистого цвета. Тем временем, пока у нас жарится лучок, можно порезать огурчики. Огурчики можно порезать вот так вот, на половинку, и порезать вот такими вот маленькими кубочками. У нас уже лучок дошел до золотистого цвета, мы можем бросать огурчики, обжаривать где-то в течение 10 минут. Когда обжариваешь огурчики вместе с луком, соляночка получается такая вкусная. Лучок у нас с огурчиками тушится, мясо уже практически доврилось, и времени можно порезать картошечку. Картошечку режем вот такими кусочками, напополам, потом соломочкой, и режем примерно вот так. Кусочки получаются вот такого размера. Лучок у нас с огурчиками уже протушились, можно добавить томатный соус, и еще протушить, я думаю, что около минут 10, чтобы получилось очень вкусно. Добавили. Все тщательно перемешаем, и подождем еще минут 10. Огурчики с лучком, с томатным соусом у нас уже практически подошли. Мясо у нас уже прокипело около 40 минут, можно закидывать бужениную колбаску, пусть проварится, и можно сразу же закидывать и картошечку. Три картошечки, которые мы порезали. Закинули картошечку. Можно посолить, я думаю, примерно где-то столовая ложка соли. Картошечка у нас уже почти готова, лучок с огурчиками и с томатным соусом дотушился, теперь можно это все закидывать в кастрюльку, и можно добавить немножко черного перчика, и через пару минуток 2-3 лабрушечки. Все ингредиенты мы уже кинули, оно прокипело около 10 минут, я думаю, что можно кинуть ловушечки около 2 листочков. Соляночка у нас уже готова, только нужно ее настояться около 15-20 минут. Соляночка у нас уже приготовилась, с какими ингредиентами она подается? Я люблю черные маслинки, без косточек берем, можно добавить чуть-чуть сметанки, ложечку, немножко зелени, и обязательно дольечку лимона. Всем приятного аппетита! Всем, кому понравилось моблюдо, ставьте лайк, и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующего. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok